Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня поговорим, нет, не о розах. В июне месяце нас радовали своим цветением древовидные пионы. Пион древовидный это не дерево, а кустарник. И когда я его сажала, не думала, что он будет таким высоким и широким. Он вырос до 120 сантиметров, да и в ширину такой же. Посадила я его неправильно, близко у дорожки, но пересаживать уже не буду. Пион древовидный не любит пересадки и может совсем не зацвести больше. Мои пионы растут на солнечном месте, а после цветения в июне берут паузу и только в сентябре начинают расти почки для цветения на следующий год. Цветочные почки находятся на верхушке побегов и они крупные, их сразу видно. Мои пионы растут давно, лет 12. Но если белый растет активно, то красный в два раза меньше и цветы у него мельче. Возможно, это особенность сорта, а может быть что-то его не устраивает. Весной я подкормливаю пионы комплексным минеральным удобрением, а осенью сульфатом калия. С первыми заморозками мульчирую приствольные круги перегноем. После цветения убираю увядшие цветы на две почки ниже цветка. Именно из этих почек будут формироваться цветы на следующий год. Формирующую обрезку я не делала, а осенью удаляю только сухие, поломанные и слабые побеги. И вот такой печальный вид у моих красавцев в октябре. Листья облетели, но на верхушках побегов видны цветочные почки. Эти почки надо сохранить зимой. Для начала я срежу все усыхающие листья. Именно срежу, а не оборву. Иначе можно повредить цветочные почки. Они через одну-две недели облетели бы и сами. Но есть риск ночных заморозков, которые опасны для цветочных почек. Поэтому я и ускоряю процесс. Вот такой после стрижки теперь стоит. Я связываю побеги поплотнее друг к другу. И ставлю дуги для укрытия спонбондом. С красным пионом проблем нет. Он будет хорошо сидеть под укрытием. А поскольку белый стал очень высоким, буду дополнительно утеплять его. И лового лапника у нас нет, но я воспользуюсь обрезками веточек туи. Меня беспокоят цветочные почки на самых высоких побегах. Если мне их не удастся сохранить этой осенью, то придется обрезать цветок до 80 сантиметров. Надеюсь, что такое укрытие тоже будет поддерживать тепло внутри куста и почки не будут промерзать. Решила добавить лапок и красному пиону. Вдруг ему было холодно, подагровало окно. Поэтому цвел плохо. Пришла идея сделать для белого большого пиона шалаш. Лигвам называется. Соединяю две опоры, на которых росли клематисы. Пион внутри, а сверху я замотаю спонбондом. Надеюсь, такая конструкция даст хороший результат. Приглашаю вас в начале июня посмотреть, все ли я удачно сделала осенью. Но я верю, что у нас все получится. Если у вас есть вопросы, напишите. Я обязательно отвечу. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Впереди много интересного. Нажмите на колокольчик, и вы получите уведомление о выходе нового ролика. Дорогие друзья, я желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Я благодарю своих подписчиков за поддержку. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Субтитры сделал DimaTorzok